Меня иногда спрашивают, имеет ли смысл винить в чем-то других людей. Я, честно говоря, просто не очень понимаю суть этого вопроса. Но вы можете винить кого-то, что он поступил таким образом, а не другим. И вам от этого станет легче или не легче. Вот на этот вопрос вы должны себе ответить. Другие люди ведут себя так, как они себя ведут, с учетом тех обстоятельств, в которых они находятся. И эти обстоятельства, их внутренние обстоятельства, внешние обстоятельства, в которых они находились, заставили их поступить так. Возможно, в вашем отношении это было неправильно, вам было больно и так далее. Но вы просто можете дальше с этой болью идти и нести ее по жизни. А можете оставить там с этим человеком и открыться для новых возможностей, для новых отношений. Берегите себя по-настоящему. Вы всегда должны понимать, что вы проживаете каждую свою жизнь. И если вы не создадите условие, что ваш партнер, ваша вторая половина начнет тревожиться за результат того, что с ним происходит, сам не начнет, не вы начнете, а он не начнет тревожиться, вы ничего не добьетесь. В конечном счете мы все равно всегда оказываемся ответственны за то, как мы собственную жизнь прожили. И если вы ее тратите всю дорогу на то, чтобы тревожиться о ком-то, вместо того, чтобы потревожиться о себе, потому что некоторые вот, например, найдут себе мужа-алкоголика и тревожатся за него, тревожатся, тревожатся, тревожатся. Давно бы уже пора было по себе протревожиться и как бы, может, он и пить бы перестал, понимаете. Поэтому не надо работать домкратом. Вот так немножко, тык-тык-тык, поработали домкратом. А потом, ну, а вообще есть варианты. Типа я встану и, может быть, с дивана, и, может быть, кое-нибудь пойду, а там дальше неизвестно. Может, вернусь, конечно, а может, не вернусь. И все, отменится совершенно другой калинкор, так сказать. Сразу тревога возникает, что уйдет и привет, лови ее семеро. Многие из нас страдают таким вот избыточным контролем. Они пытаются контролировать других людей, лезут в их дела и пытаются все расставить как нужно и как правильно. Ну, на самом деле, с одной стороны, это такая стратегия защиты. Мы таким образом пытаемся других людей защитить. Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что мы не очень этим людям доверяем. И если это ваши близкие, то, наверное, надо сделать что-то, чтобы можно было в большей степени им доверять, чем их контролировать. Больше развивать их навыки мышления и понимания ситуации, чем пытаться просто водить их просто как слепых котят на поводке. Поэтому больше инвестируйте просто в других людей и меньше их контролируйте. Это самый лучший рецепт. У вас всегда есть альтернатива завидовать другому человеку или радоваться за него. Я вам искренне рекомендую радоваться. Почему? Потому что, когда вы радуетесь за другого человека, вы можете у него учиться. Вы можете получить от него какие-то дополнительные знания, какие-то понимания жизни и так далее. Если вы завидуете, вы просто пытаетесь все, чего он достиг, как-то девальвировать, в результате у вас у самих не формируются жизненные перспективы, у вас не формируются новых знаний. Вы вряд ли начнете действовать, если будете испытывать чувство гнева и вот такой злой неприятной зависти. Если вам кажется, что все вокруг тупые или идиоты, первое, что нужно сделать, это расслабиться. Потому что, если вы напрягаетесь и у вас эта желчь крутится, она вас же самих и отравит. Второе, нужно понять слово «все» очень опасное, потому что, если все кругом идиоты, может быть и с вами что-то не так. Ну и третье, это понять, что вы хотите от этих людей, в чем ваши ожидания. Если вы рассчитываете, что они все будут понимать, все будут делать идеально и так далее, этого точно не случится. Может быть, дело в завышенных требованиях, и с этим надо бороться. Продолжение следует...